Здравствуйте, это Политека, я Инга Мизерия, и со мной на связи Марк Фейгин, юрист и, наверное, можно сказать, политический деятель, да, и общественный деятель. Марк, здравствуйте. Рад видеться, рад приветствовать, Инга. Взаимно. Давайте с вами поговорим о нашумевшем, вот на данный момент, когда мы пишем это интервью, 42 миллиона просмотров видео расследования Алексея Навального про дворец Путина. Вот скажите, это резонанс только в Ютьюбе или Россия гудит? Ну, об этом сложно судить, потому что Ютьюб, конечно, является показателем в этом смысле, поскольку Ютьюб – это пространство, заменяющее улицу, заменяющее общественную дискуссию оффлайн, понимаете, и поэтому абсолютно точно, что люди внимательно следят за ситуацией в стране, за противостоянием между Кремлем и Навальным, и все просмотры такого рода, они же ведь не с потолка берутся. Если бы это только этот фильм, столько получил бы просмотров, эти 42 миллиона, но ведь все расследования Навального, или фильмы Дудя, или же интервью, которые давал Навальный сразу после отравления в Германии, они все набирали миллионы и миллионы просмотров. Поэтому пока говорить о том, что зрители его фильмов могут шагнуть из онлайна в оффлайн, и их будет столько же, не 42 миллиона, даже хотя бы миллион, 23-го, например, числа на улице, сказать невозможно, потому что дело в том, что сейчас ситуация в стране такова, что люди запуганы, плюсы на это накладывается ситуация с пандемией, и поэтому не факт, что те, кто смотрит этот фильм, и даже разделяют взгляды Навального, поддерживают его антикоррупционную борьбу, и хотят, чтобы его отпустили из тюрьмы, что они точно выйдут на улицу, чтобы требовать этого непосредственно. Как вы считаете? Вот знаете, я просто читаю то, что украинские блогеры пишут, то есть такое мнение, что народ России посмотрел это видео, прозрел, понял, что Путин это совершенно не скромный человек, который думает о России, а это вот человек, который готов жить в такой безумной роскоши. Ну, то есть, в принципе, не тот политик, которым могут симпатизировать. Это правда? Слушайте, я думаю, что ощущения, во всяком случае, те, кто смотрит и этот фильм, расследование Навального, и все предыдущие, они, по-моему, иллюзии не питали, они и так знали. В какой-то смысле это для них уже превратилось в интертейм, в такое развлечение. Чего бы еще такого узнать, например, про ёршек, которым смывают в унитазе, значит, остатки. Я думаю, что здесь не стоит преувеличивать степень влияния таких просмотров на изменение сознания людей. То есть оно либо уже теперь изменено, и все понимают, что происходит в стране, во всяком случае, я повторяю, аудитория Навального, но говорить о том, что они разочаровались в Путине ровно после просмотра этого фильма, я бы не преувеличивал. И что это точно приведет к тому, что они захотят избавиться немедленно от Путина. Система настолько укрепилась, она настолько огрубела, что сделать это простым желанием уже невозможно. Надо чем-то жертвовать для того, чтобы добиться этого. А люди далеко не готовы жертвовать-то. Вот в чем дело. В Украине почему так воспринимается это все? Потому что в Украине бы такого уже били бы мотыгами, понимаете, президенты. И мы такие примеры видели, собственно говоря. Узнать такое для украинского сознания, украинского гражданина, это, в общем, не просто откровение, это руководство к действию. В России все не так. Люди могут еще очень долго копить это в себе. Поэтому я бы, в общем, смотрел с большим пессимизмом на ситуацию, скажем так. Как вы считаете, вот тут как юриста, вот то, что Навальный изложил, именно как вот эти коррупционные схемы работают. Здесь есть что-то подсудное? Здесь может, потому что ведь называется самая большая взятка, да, доказать эту взятку? А вы знаете, там сложно назвать, что не является подсудным. Там практически все является подсудным. Потому что и сам этот объект, и откуда взялись деньги на его строительство, бесконечность 2005 года. И почему этот объект охраняется сотрудниками ФСБ? Это что, бюджетные деньги тратятся на содержание чего? Это что вообще за объект? Вот, например, если вы видели, Песков реагировал, что ничего нет, никакого дворца нет, ничего не принадлежит. Ну, в нормальной стране спокойно бы, не торопясь, собрались бы парламентская комиссия, правоохранительные органы, заехали бы туда, взяли бы кого нужно, допросили бы, и все бы стало на свои места. Но только не в России, понимаете? Конечно же, это все одна большая коррупционная пирамида, на вершине которой этот дворец в Просковеевке с отдыхающим около шеста Путина. Я вот это так воспринимаю. Поэтому, конечно, в нормальной стране, я повторяю, парламентская комиссия быстро бы все расследовала, не говоря уже о надзорном органе Генеральной прокуратуре, например, о правоохранительных органах, у которых есть функции следствия, и которые могут начать проверку. Например, Следственный комитет, и в их подследственности находятся эти дела по взяткам и так далее. Ну, там букет преступлений. Дело в том, что про Просковеевку уже писали, уже говорили. Правда, не было вот этих кадров изнутри, и не было вот всего, что, так сказать, Навальному удалось и его команде в БК узнать. Об этой ситуации, ну, там, с этим Колесниковым, который застройщиком был, и ту информацию, которую он возложил, и многое другое. Поэтому, на самом-то деле, в нормальной стране сейчас бы уже работали правоохранительные органы и дали бы на этот вопрос ответ. Но только не в России. Поэтому здесь говорить о законности вообще не приходится. И подсудно, не подсудно. Ну, очевидно совершенно, что это коррупционный такой монстр, который решил отдохнуть за счет денег народонаселения России. Построил себе не просто замок, а построил себе отдельную страну. Правильно говорилось, что это там 39 монак. Потому что монак, если брать коротко, это 2 квадратных километра, а там 39 таких по 2 квадратных километра. Ну, о чем еще можно говорить? Двоюродный племянник Путина, на которого записано большое количество имущества Путина, вот он как-то, ну, то есть к нему будет какой-то интерес теперь и общественности, и правоохранительных органов. Ну, что касается правоохранительных органов, то нет. Потому что все эти правоохранительные органы – обслуга Путина и его семейки. А что касается общественности, так про них, там не только племянник. Там есть двоюродный брат из Рязани, бывший налоговик и так далее. Они все миллиардеры, естественно, долларовые. Ну, так а что о них можно еще новым узнать? Это его пешки семейные, так сказать, понабрал он к себе вот это отребье, на которых там то ли записано что-то, то ли держится что-то, прикрывается что-то. Поэтому здесь невозможно ничего делать. Главный корень зла и главный яйца – это Кощей сам, сам Путин. А все остальное – это производные. Это не так важно на самом деле. Их всех, конечно, надо сажать. Но в данном случае, я повторяю, не решив главную проблему, то никакого внимания к ее производным, оно не имеет смысла. Страна-то узурпирована. Страна является жесткой диктатурой, в которой невозможно, чтобы сейчас взяли и посадили за дворец какого-нибудь его племянника. Путина, я имею в виду. Ну, это просто невозможно. Иностранная пресса отреагировала на это видео. Вот, например, французское издание, сейчас могу ошибиться и произнести неправильно, поэтому назову только статью. Дворец для Путина. Навальный атакует шефа Кремля с помощью документального фильма. Значит, Дэр Шпигель говорит про арест. После ареста Навального Европарламент хочет потребовать прекращения строительства Северного потока 2. Франкфурт-Альгемайне. Герой борется из тюремной камеры. Лемонт, изгнание, это политическая смерть из тюрьмы. Навальный может сказать своим сторонникам, не бойтесь. Ну, и так далее. Насколько вообще сейчас вот этот фильм влиятельен тогда не на то, что внутри России происходит, а на то, что происходит вокруг? Влиятельен, влиятельен. Вы знаете, ведь и раньше о коррупционных расследованиях Навального писали в западной прессе. Ну, может, не так масштабно, но здесь-то ведь что наложилось? Навального пытались отравить, понимаете, боевым отравивающим веществом новичок, который хорошо знакомый во всем мире теперь. Ну, уже давно знакомый еще с отравлением Скрипалей. Поэтому с этой точки зрения это, конечно, удвоило, удестерило эффект от этого расследования. Тем более, что Навальный его, по сути, сделал из тюрьмы. То есть он его фильм-то сделал еще в Германии, вот. А, так сказать, выпустил его, когда уже находился в тюрьме. И это синергизирует эффект. Это как-то укрупняет все. Даже, я бы сказал, драматизирует. И поэтому западная пресса столь внимательно наблюдает за ситуацией и горячо поддерживает Навального. Вы знаете, это может привести действительно с учетом того, что пришла новая администрация в овальный кабинет «Белый дом» в Соединенных Штатах. Это может привести к ужесточению санкций. Там четыре варианта санкций рассматривались. Так вот сейчас пятый, наверное, изберут модель санкций, при которых гораздо более серьезным и глубоким будет давление этих санкций. Это будут, видимо, и персональные, и какие-то секторальные санкции. Я бы этого не исключал. Поэтому западная пресса, она подливает в этом смысле масло в огонь. Поэтому, безусловно, отклик в властных кругах в Европе и через океан, оно будет обязательно. Поэтому я бы сказал, что теперь уже эти вещи, они воспринимаются по-другому. Не так, как в нулевых годах или в десятых годах. Сейчас все ужесточилось. Понимаете? И по поводу Путина никто иллюзий не питает. Сейчас просто только все думают, как от него избавиться. Если будет ужесточение санкций, то в первую очередь от этого могут пострадать простые россияне, чей уровень жизни становится все хуже и хуже. Как вы думаете, какая внутри России будет тогда реакция? Не будет ли Навальный тем козлом отпущения, который виновен в еще каких-то санкциях? Во-первых, положение населения социальное, оно и без того чудовищное. И в этом смысле какая-нибудь пенсионная реформа, которая набросила людям к пенсионному возрасту по 5 лет, женщинам до 60 и мужчинам с 65, они теперь могут выходить на пенсию с учетом отсутствия работы, ранней смертности и так далее. Это, я вам скажу, ни с какими санкциями не сравнить. Вот вы понимаете, ни с какими санкциями это не сравнить. Это гораздо более чудовищный эффект имеет для социальной жизни обывателей. Что касается отношения к Навальному, так оно строится в основном негативное отношение. Из деятельности и пропаганды. А пропаганда, она в любом случае найдет, так сказать, способ, как обгадить все на свете. Будут санкции? Не будет санкции. Они будут говорить, что Навальный там жулик, как сказал Песков, собирает донейты на такие вот фильмы. Будут говорить, что он агент ЦРУ, еще что-нибудь. Какая-то часть населения, безусловно, это воспримет. Она будет считать, что вот так оно и есть. Он агент ЦРУ и так далее. То есть можно вешать любых собак у Навального. Тем более, что он в тюрьме. И ответить ему нечем. Я бы сказал, что здесь Запад вряд ли будет руководствоваться вопросом, сделает он хуже россиянам или нет. Самый главный враг россиян – это Путин. А никак не Запад с его санкцией. В принципе, похоже на то, что у Навального был серьезный расчет, когда возвращаться, как возвращаться, в какой момент нужно фильм публиковать, в какой день нужно собирать людей на улицах, про 23 января, то, что он говорил. Как вы думаете, почему именно это время сейчас выбрано Навальным для вот этой своей массированной атаки? Ну, назвать это расчетом я бы не назвал. Потому что что это за расчет, который строится после твоего отравления? Ты мог сыграть в ящик, так сказать, разом. Просто умереть. Буквально еще в августе. Поэтому говорить, что это расчет... У Навального есть план. Нет, нет, Марк, я имею в виду, что, в принципе, он мог вернуться в декабре. Он мог вернуться, например, в феврале. Но он вернулся 17 января. То есть вот об этом речь. Ну, смотрите, я думаю, что он вернулся, когда понял, что ему надо вернуться. А это могло произойти и раньше, между прочим. Если бы ему позволяло здоровье и другие обстоятельства. Если вы намекаете на то, что он вернулся сразу в канун инаугурации Байдена, понимая, какими будут последствия его задержания, а оно было неизбежно, это очевидно, то это его право, извините. Это так он свои риски хиджирует. Но спасет ли это его и выпустит ли это его из тюрьмы? Вот этот, как вы говорите, расчет. Это не факт совершенно. Вы видели, как они реагируют на обвинение в том, что вы отравленного человека за то, что вы сами же его отравили, вы его еще и посадили. А они, так сказать, изображают невменяемых. Вот я имею в виду власть Кремль. Поэтому все эти расчеты разбиваются о тупость российской власти, об ее, так сказать, репрессивный характер, об ее действительную невменяемость и глухоту к призывам международной общественности, политиков, к тому, чтобы Навального отпустили. Потому что я уж не беру в расчет юридическую сторону, но даже с точки зрения этической, о какой вообще замене условным сроком на реальное может идти речь в отношении человека, которого отравили боевым отравляющим веществом. Вы же и отравили. Поэтому я считаю, что Навальный мог строить любые расчеты, верстать любые планы, когда выходить людям, когда возвращаться, как его посадят. Но одного он не может рассчитать, что его возьмут и убьют в тюрьме. Понимаете? Марк, смотрите, то, что пишут, опять же, наши блогеры по поводу отравления, что, ну вот, наверное, если бы действительно хотели отравить, то отравили бы. Может быть, хотели припугнуть? Как вы думаете? А это разбивается аргумент о простую вещь. Вот если вы помните, во втором расследовании Навального, когда он разговаривал с этим Кудрявцевым по телефону, тот говорит, ну вот всегда же получалось, вот эта фраза всегда же получалась, она отвечает на тезис, на предположение, конспирологическое, вот этих блогеров украинских, которых вы цитируете. просто-напросто убили-то гораздо больше, чем кому-то повезло выжить. Поэтому меня это не убеждает, хотели бы и не хотели бы. Ну так стреляли бы, понимаете, а что отравить-то? Значит, нужно было тайно как-то убить, так, чтобы не иметь за это ответственность, чтобы говорить, ой-ой-ой, вот, ну, там печень, там у него панкреатит туда-сюда, и вот помер человек. Значит, на самом деле, нужно было тонко осуществить эту операцию, так, чтобы на тебе они подумали, кто является заказчиком и исполнителем этого убийства. А тут, знаете, когда такую схему выстраиваешь, все возможно, в воле случая. А некоторые говорят, что его бог проведения спасает Навального, и таким образом он Кащей победит. Знаете, я бы тут конспирологические теории не слишком бы им доверялся, потому что, вы знаете, никому не посоветуешь пережить то, что пережил Навальный. Побывать в коме под аппаратом ИВЛ почти там месяц, да, и еще неизвестно, каким бы овощем он мог выйти после того, как его бы откачали в Ширите. Не факт, что у него мозг мог бы начать хорошо работать, но ведь повезло. А в России как относятся к отравлению Навального? А все верят, что это было? А есть цифры Левада-центра, не знаю, насколько они достоверны, но они публично озвучены. 30% считают, что это инсценировка, 19% считают, что это автоотравление, то есть Навальный сам себя отравил. Поэтому, ну вот приблизительно считаете, 50% это люди, которые устойчиво страдают психическим заболеванием. Я по-другому это не могу расценить, потому что, ну как можно себя самого отравить? Или же, так сказать, считать, что это инсценировка. Это что? В эту инсценировку были вовлечены, вы подумайте, помимо Ладна-Кремля, Мураховского, заведующего этой больницы в Томске, где он лежал, врачей, которые держали его в коме по ДВЛ, самолет, который перевозил его в Германию с врачами. Это больница Шарите, это Меркель, Макрон, западная пресса. Он что, перед всеми, значит, там театр разыгрывал? Это какое же количество участников этой инсценировки? Поэтому, на мой взгляд, она не выдерживает критики. Это обвинение, это соображение. Я думаю, что, так сказать, постепенно все встанет на свои места. Проблема заключается в том, что дела-то нет, следствия нет. Это и указывает на виновников, на тех, кто, собственно, являясь заказчиками-исполнителями этого покушения на убийство. Если бы они были к этому не причастны, давно бы взбудили дело и разобрались. Но только самих себя допрашивать. Как? Поэтому я не верю ни в какие эти глупые теории. А российское население, ну, оно зомбировано вообще. Ну, половина-то уж точно. Бориса Немцова застрелили в центре Москвы практически, да, ну, в самом центре Москвы. Да. И, в принципе, ну, те, кто понесли за это ответственность, это чисто исполнители. Да. Почему вы думаете, что раз уже есть опыт, что все равно верхушка никакой ответственности не несет, и сделали так с Навальным? Ну, тут сложнее, понимаете, потому что там имело место, так сказать, заказ через северокавказских силовиков. Да, одни эти ведут Кадырову и Делимханову, но все-таки, вы понимаете, там это уже не первое было убийство, которое приписывают Кадырову, как заказчику были убийства и Политковской журналиста, и некоторые другие. Ну, там он из личной мести расправлялся с своими, значит, оппонентами в Европе. Вот сейчас недавно Хангашвили такого в Берлине убили и так далее. А тут-то история-то, видите, какая. Само федеральное ведомство, а не какое-то его северокавказское подразделение занималось убийствами. Там это было прямо вот, ну как, на поток поставлено убийство, понимаете. И вот сейчас мы ожидаем расследование Грозева, Кристо Грозева из Беленкета, и он собирается назвать фамилии тех, кого все-таки удалось убить. И вы понимаете, здесь немного другая ситуация. Здесь само государственное ведомство занималось террором, занималось политическими заказными убийствами. То есть это контролируется на уровне Бортникова и на уровне лично Путина. А по Немцову еще это, в общем, надо доказать, что Кадыров получал такой приказ от самого Путина лично. А здесь у нас нет сомнений, что здесь прямая связь между исполнителями и заказчиками. Иначе бы Путин так активно не прикрывал бы это все. Мы сейчас на своей пресс-конференции большой 17 декабря прошедшего 2020 года. Мы же помним, как он реагировал на все вот эти инвективы, которые, значит, ему предъявлялись до этой пресс-конференции и ответил совершенно неуклюже. По типу того, что, значит, мы знаем, кто это мутит в воду, так сказать, с намеком на западные спецслужбы. Если так сильно выстроена вертикаль власти, да, если, как вы говорите, 50% населения зомбировано, то зачем Путину убивать Навального? Ну, потому что Навальный все равно несет значительные риски. Я вам отвечу, как я это считаю, как мне это кажется. Я все-таки не сторонник думать, что они опасаются Навального как уличного лидера протеста, который может устроить беспорядки по типу Беларуси. Я думаю, все-таки для них очень болезненна вот эта история с санкциями, потому что это лишает их гигантских капиталов. Если Запад все-таки будет действовать более решительно, то ведь по существу своему очевидно же, что они лишатся гигантских средств, гигантских денег, которые они спрятали там, своих авуаров. И Навальный в этом смысле еще и до отравления играл какую-то очень важную роль в санкционной политике Запада. Мне кажется, что этим они руководствовались даже в первую очередь. Ну, конечно, помимо этого есть и разные, почти уже личные к нему претензии и соображения, что он обнародовал раз за разом коррупционные эти все схемы. А это люди очень мстительные, они живут по каким-то понятиям. И по понятиям они решили его убить. Вот и все. Арест Навального, он ведь тоже всколыхнул волну в той же Европе, когда он из Германии приехал. В принципе, Путин мог его не арестовывать, да, с юридической точки зрения. Зачем это было показательно сделано в аэропорту? Ну, это имеет то объяснение, что они многократно пытались, я думаю, передавали Навалину через каких-то доверенных лиц, чтобы он не возвращался в Россию. И в период, пока он находился в Германии, на дальнейшем пост лечения, вы же знаете, возбуждено было уголовное дело Следственным комитетом по 159 статье, часть 4, якобы Навальный мошенничал с донатами, которые ему направляли граждане на ведение деятельности ФБК и его кампанию по выборам президента Российской Федерации в 2018 году. Ему, так сказать, говорили о том, что изменит срок заключения с условно реальной, при том, что 29 декабря 2020 года закончилось его по приговору срок осуждения на 3,5 года по делу Ефрашея. Но, тем не менее, он все равно приехал. То есть, это такое эпическое противостояние, если хотите. Вот. Власть его предупреждала, но и сейчас они не могут откатить назад. По своим же понятиям, они делают то, что обещали. Обещали арестовать, арестовывают. Могут ли они отыграть в этой ситуации? Да, только под гигантским давлением улицы и одновременно санкции и требования Запада они могут Навального перевести там, не знаю, под домашний арест или что-нибудь придумать. Какую-то выдумать схему, при которой вроде как и овцы, и волки, как это говорят. Но, по-моему, зашло все настолько далеко, что я думаю, что здесь хорошего конца не будет ни для кого. Если бы Навальный не вернулся сейчас в Россию, а публиковал бы это расследование, находясь в Германии, он бы превратился в такого молодого Ходорковского? Да, Ходорковский рядом с ними стоит, я вас умоляю. Ходорковский – это человек из системы, человек из власти, если хотите, да, олигарх, который стал политиком и стал некой политической фигурой только после осуждения, только после того, как был отправлен в тюрьму на эти долгие 10 лет. А Навальный всегда таким был. Поэтому это несопоставимые фигуры. Навальный в политическом смысле фигур гораздо большего масштаба, чем Ходорковский. Ходорковский – там, односотая от Навального. Дело в том, что Навальный в любом случае превратился в такую фигуру. Другое дело, что, конечно, эта драматизация, он возвращается, будучи прежде отравленным, возвращается смело, решительно, действительно претендуя на политическое качество в России и его арестовывают. Это действительно политическая биография. Ходорковского посадили за, собственно говоря, того, что у него отняли компанию, а он этому сопротивлялся. Смысл простой. А Навального сажают вообще ни за что. Понимаете? Там нету предмета, так сказать, нету вообще ничего, чтобы давало хоть какое-то возможность рассуждать о законности вот этих всех действий в отношении него. А что? С Ходорковским делили собственность, с Навальным делят власть. Но такую власть, которая узурпирована Путиным, и которая опасается того, что эту власть у него могут отнять. Ну, вот и все. Кстати, знаете, я вот сейчас вспомнила, когда-то Савик Шустер рассказывал, что когда он вел программу на НТВ и пригласил туда Ходорковского, и там аудитория голосует, показывает свою поддержку, и была такая серьезная поддержка Ходорковского, что он подумал, что этот человек может стать президентом России, что за него могут проголосовать. И вот после этого уже пошли вот эти вот, ну, репрессии стали более яркими. Как вы думаете, все-таки, какой сейчас человек, я имею в виду, по типажу, с каким бэкграундом мог бы для России быть приемлемой фигурой, как президент альтернатива Путину? Ну, я думаю, что эта альтернатива не единственная, хотя Навальный, безусловно, был бы куда лучше Путина, я даже сравнивать это не хочу. Любой, подчеркиваю, любой человек, который не замазан в коррупции, крови и во всем том, что делал Путин на протяжении 20 лет, будет лучше. Но человек не из системы власти. То есть не заменить шилу на мыло, поставить Медведева или там какого-нибудь Кудрина. Нет. А человек, который придет с улицы, который никак не связан с тем, что происходило в течение этих 20, а то и 30 лет. Вот такой бы человек был бы нужен, потому что он был бы не связан тысячами разных обязательств, симпатий, этических отношений и так далее. Поэтому Навальный в этом смысле гораздо лучше подходит. Ходорковский, я повторяю, является человеком, который никогда не станет президентом, еще и потому, что, по сути, он отторгнут был самой системой, в которой он был ее частью. Просто отторгнут. А, так сказать, прийти туда-обратно, через улицу, он не может. Это по типажу. Совершенно другой человек. Навальный такой шанс имеет, потому что для него естественным является штурмовать власть на митинге с улицы и так далее. А Ходорковский продолжает рассчитывать на некий элитный консенсус, в котором ему найдется место. Договорится с какой-то конструктивной частью нынешней власти и вот станет опять олигархом, получит свои 50 миллиардов, которые он высудил и так далее. Я думаю, что у Ходорковского нет никакой политической биографии, а у Навального есть. 23 января, как вы думаете, в каких городах выйдут люди и будет ли их много? Сложно об этом судить. Очень сложно. Потому что давление столь велико, что людей будут вязать и так далее. Но я не исключаю, что это столкновение может оказаться кровавым в Москве или где-то еще. И это станет поводом, триггером для того, чтобы уже в следующий раз, через несколько дней, через неделю, уже вывалило значительное количество людей. Потому что власть настроена действовать совершенно без оглядки. То есть нас будет бить, будут бить, сажать, сажать, понимаете? А когда такая атмосфера накаленная, то легко и скреп проскочить и могут быть жертвы. Я бы этого не исключал. Но выйдут, наверное, в десятках городах выйдут какие-то люди. Это будут десятки городов. Это будет много городов. Невозможно судить о численности. Но в Москве сейчас поговаривают, что может выйти до 10 тысяч человек. Но не забывайте, что Винчинск не санкционирован, запрещен. Все будет в центре в Москве, весь перекрыт. Он будет перекрыт Росгвардией, полицией, ОМОНом, техникой и так далее. То есть как такового мероприятия не будет. Но вот то движение людей, оно себя обозначит. И более или менее можно будет судить о его массовости только 23 числа. Давайте поговорим на такую более общую тему. Что сейчас, на ваш взгляд, может расшатать власть Путина? Что может ее подтолкнуть к завершению? Ну, это абсолютно точно могут сделать первые внешние факторы. Это санкции. Санкции могут, если они будут настоящими, вот, например, если введут эмбарго, например, во что я не верю, на поставки нефти из России, если, например, отключат систему SWIFT, российскую банковскую систему, или же, не знаю, введут хотя бы санкции на госдолг, заморозят какие-то важные активы, да, это может очень сильно ударить по российской экономике и создать напряжение невероятное, колоссальное напряжение. Значит, будет ли, пойдет ли по такому сценарию Запад, США, я не могу сказать. То, что санкции будут, и они будут жесткими, но, возможно, ограничатся только персональными санкциями. Что касается внутренних факторов, вы понимаете, ситуация-то ухудшается, она не улучшается. То есть, Путин не справился с очень многими социальными проблемами, ну, будем считать, начиная с 2014 года. Хотя это гораздо раньше, но пусть 2014 год. И эти проблемы только усугубляются. И усугубляются они чем? Ну, пандемия, например, судите сами. Во всех европейских странах, в Америке правительство поддерживает своих граждан, дают им деньги. В России не было сделано ничего. По-моему, дали по 10 тысяч рублей детям до 7 лет, кажется. Все. И перед Новым годом он сейчас 5 тысяч рублей, по-моему, дал. Какой-то вот категория имеющих маленьких детей. Ну, в нынешних условиях, да, 10 тысяч долларов, 10 тысяч рублей, это где-то, ну, 110 евро, а, значит, 5 тысяч рублей, это, даже боюсь сказать, это евриков 60. Это вообще не поддержка, это вообще ни о чем. И ситуация, это только усугубляет. Бизнес страдает, потому что, ну, он объективно страдает, потому что из-за пандемии все закрыто, да, разоряются малые предприятия, средние предприятия, и это такой угрожающий социальный фактор, который будет усугубляться. Он ему неоткуда выправиться. Для этого нужно избрать совершенно другую политику. А Путин на нее не способен в принципе. И поэтому, на мой взгляд, именно в экономике и социальной сфере нужно искать источник угрозы для нынешней власти. Что касается политической истории, то она будет производной. Потому что, если это будут перемены сверху, то, скорее всего, олигархи между собой заключат какой-то консенсус по поводу того, что, ну, Путину надо куда-то отойти в сторону. Я бы этого тоже не исключал, потому что иначе персональные санкции могут задушить их бизнес. И задушить их собственно возможности, прекратить их возможности на Западе. А Запад для них это ключевое место сохранения капитала. Я бы так сказал. В России свои капиталы они хранить не хотят, да и не смогут. Начнись какой бунт или заваруха, все будет отнято у них. В том числе, кстати, их же оппонентами не из числа народа, а такими же олигархами, которые сильнее капитализируются от этих протестов. А такие тоже будут. Поэтому, на мой взгляд, это три вот таких угрозы, внешние угрозы, санкционная, внутренняя, социальная сфера и экономика. И третье, во власти, политический фактор. Это недоговороспособность между собой вот этого олигархата и номенклатуры по поводу будущего России и их будущего. Вот это могут быть три угрозы, которые, если сложатся вместе, могут привести к переменам. Мы все время слышим о конфликте башен Кремля. Кто эти башни и действительно ли там такой серьезный конфликт? Говорить именно о конфликте башен, мне кажется, не вполне уместно, потому что башни – это такой относительно риторический образ. Есть опасения олигархии, которая может утратить свои ресурсы из-за политики, которые не они, в общем-то, осуществляют. Да, они являются частью ее, но решения принимаются в Кремле, идти наличным Путином. Сейчас эта система, она ведь не корпоративная, она персоналистская. Сам Путин осуществляет власти. Ему для этого не нужно ничьих советов и ничьих помощей в этом смысле. И поэтому в той ситуации, которая сложилась, именно олигархия, она под главным ударом, потому что ее главный ресурс – это активы за рубежом. Если они будут отняты, то тогда совсем непонятно, ради чего вообще все это делалось эти 20 или 30 лет. Вот они могут как раз сыграть некоторую роль. Поэтому говорить о башнях можно только применительно к вот таким двум сторонам этого процесса. Близкому окружению Путина и всему остальному. Тем, кто накопил гигантские капиталы и кто хочет их сохранить. То, что касается Украины, при каких условиях, на ваш взгляд, Путин будет готов идти на прекращение конфликта на Донбассе? Путин не пойдет на прекращение конфликта на Донбассе. Нет таких условий, которые могут заставить лично Путина пересмотреть эту позицию. А что мешало до этого это сделать? Я думаю, что сама ситуация, обстановка в стране, если Путин будет терять эту власть, то возникнут новые возможности для Украины для возвращения своих территорий. путем переговоров этого не добиться. В любом случае, это тоже будет скорее военный конфликт, нежели какое-то мирное разрешение этой ситуации под давлением обстоятельств. Все равно придется применять силу, придется решать этот вопрос в том числе и военным путем. В условиях ослабления России, в которые начнутся какие-то революционные процессы. Все помнят, как говорил Навальный про Крым, который все-таки не бутерброд, и который нельзя передавать туда-сюда. Для Украины, как вы думаете, хоть один президент Российской Федерации сможет, имея в виду уже то законодательство, которое новое в России есть, сможет поступить по совести и вернуть Крым в Украину? Ну, смотря какой президент, понимаете? Смотря какой президент. Если власть будет правоприемницей вот этой путинской системы, то вряд ли. Если же произойдут кардинальные перемены, то многое будет происходить само собой, потому что при общем ослаблении вспыхнут очаги нестабильности по границам России. То есть, например, Северный Кавказ вспыхнет, а он однозначно вспыхнет. И в этой ситуации Украина может воспользоваться этим для того, чтобы решить свои территориальные проблемы, проблемы суверенитета. Говорить о том, что кто-то отдает или кто-то забирает применительно к потенциальному первому лицу в России, ну, неуместно, потому что никто не решится, конечно, вот так просто взять и отдать. Это будет зависеть от Украины, насколько она решительно будет действовать вот в такой кризисный период. Надеяться на то, что придет хороший президент и просто вот решит эту проблему путем механической отдачи, мне так не кажется. Марк, большое вам спасибо за этот интересный разговор. С нами был Марк Фейгин, юрист и общественные дети. Смотрите нас в Ютубе, на Политека, подписывайтесь на канал. Я, Инга Мизеря, с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова